Итак, это обзор компании ГМК Норильский Никель и Лен Энерго. На них было такое среднее количество вопросов, почему я не беру Норникель в портфель. И почему вообще я говорю, что эта компания перекуплена, переоценена на рынке. И об этом я ранее говорил, но скажу еще раз. Вот обратите внимание на базовые показатели. ПЕ и ПБ. Вот ПНОЕ 11,9 пунктов получается по Норникелю. Среднерыночный 8,4 пункта. Это говорит о том, что акция переоценена на российском рынке. И стоит дороже той цифры, которую она должна стоить. ПНОБЕ 11,3. Это дикая перегретость. Это дикая переоцененность этой компании на рынке. С точки зрения прибыльности по РСБУ, если посмотреть, ну и каэдитушам по МСФО, прибыль-то растет. Растет из-за того, что цена на никель в этом, а точнее в предыдущем году выросла. На фоне чего и прибыль этой компании тоже увеличилась. Дивиденды, конечно же, компания платит хорошие, 10,5%. Но, понимаете, в чем факт? Если пойти, грубо говоря, по дивидендную отсечку в этой компании, велик шанс того, что Дивгэп закроется очень небыстро. Потому что компания торгуется на своих бешеных максимумах, на которых она еще никогда не торговалась. И при этом по техническим осцилляторам, по долгосрочному месячному графику, вот видно ее просто дикой перекупленность. По RSI и стахастическому осциллятору. То есть вообще, по хорошему счету, ГМК на рейский никель должен стоить примерно 15 тысяч за акцию. Вот где-то на этой отметке он должен быть. Его красная цена, его справедливая цена. То есть надбавка в 4 тысячи рублей в этой акции, это уже переоцененка. И я говорил, говорю, я буду говорить этого мнения, вот своего этого мнения, своих вот этих убеждений, я буду придерживаться. Потому что спрашивают, мол, типа, почему вот я не полез сюда? Типа, можно было как бы много заработать здесь. И типа, есть шанс еще заработать. Но извините меня, я лезу в те акции, в которых я реально знаю, что я там смогу заработать. И те акции я презентую, выкладываю. Это как электросетевой сектор, там разные инвестиции были по газовым компаниям, по финансовым и прочее. По нефтяным и так далее, и тому подобное. А, к примеру, презентовать ГМК на рейский никель, я не вижу никакого смысла. Потому что в любой момент, когда эта эйфория на рынках закончится, ГМК и все индексы, все акции, они улетят в тар-тарары, они в пол улетят. Вся эта эйфория, она до поры до времени. Тем более сейчас физических лиц в акциях просто немерено стало. И сейчас воле-поневоле какое-то время будет продолжаться эта разгрузка в этих акциях. То есть, опять же говорю, пришли иностранные инвесторы на российский рынок, это как-то еще оттянет дальнейшую коррекцию и на нашем рынке тоже. Но как только основной печатный станок, американцы, тогда все. Тогда будет в кавычках праздник. И та самая цена на Норникель, она имеет все шансы улететь, повторяюсь, на 15 тысяч спокойно. Вот этот диапазон. Вот сюда. Поэтому с этой акцией нужно быть крайне аккуратным и особо нерадикальнейшим. Долговая нагрузка данной компании тоже крайне высока по сравнению с балансом. То есть, компания в первую очередь тратит свои деньги на полученную прибыль. Она расходует их непосредственно на обслуживание своего долга. И на этом фоне уже брать общую совокупность того, что показатели этой компании уже просто сильно увеличены. Ну, долговая нагрузка тоже крайне высока. И тем более, повторяюсь, цена рыночной капитализации данной компании, она напрямую коррелирует с мировым индексом на Никель. То есть, Никель выше, значит, прибыль компании будет больше. Никель ниже, значит, прибыль компании будет ниже. Это важно для общего понимания. И при этом, повторяюсь еще раз, компания является переоцененной. И в данную компанию я лезть лично не собираюсь. И поэтому кого-то призывать сюда лезть я тем более не стану. Потому что имеются иные инвестиционные идеи, которые имеют все шансы выстрелить в один, два, а то и в три, в четыре раза. Поэтому, повторяюсь, красная цена этой компании на отметке 15 тысяч рублей за акцию. Вот примерно здесь. Далее, компания Ленэнерго, акции привилегированные, на них тоже был вопрос. Но, повторяюсь, эта компания тоже является недооцененкой. Я тоже на нее делал обзор ранее. Вот в ней был треугольник. И выход из этого треугольника состоялся. Компания находится в ее чувством высадящем канале. В принципе, эта компания сейчас купает в Ленинградской области все электросетевые компании. То есть, я тоже об этом говорил в одном из роликов до Нового года. И можете его, в принципе, пересмотреть. Но он называется Ленэнерго и Эннел. Компания. Обзор на них. Поэтому, с точки зрения фундаментала, весь электросетевой сектор российский, он обречен очень сильно вырасти. Это Ленэнерго, это Россети, это Русгидро, это ФСК ЕС, это относительно ЮниПро и там разного рода МРСК. Но это все состоится только в перспективе какой-то части лет. То есть, 3-4-5 лет и так далее, тому подобное. Поэтому, у кого есть Ленэнерго, можете продолжать ее держать и дальше. В этой компании я не вижу никакого смысла как-то дергаться. На этом все. Думаю, на вопросы по данным эмитентам я ответил. Но подытожим и скажу еще раз то же самое, что я в начале этого видео. ГМК на рейдинский никель брать вообще рискованно. Еще раз говорю, компания на рынке переоценена. Да, она может пойти на 20 тысяч, даже может на 21 тысячу пойти. Но после таких взлетов будут самые радикальные откаты. И как только отрубится печатный станок, как только там мировые цены на никель тоже начнут снижаться, то данная компания в капитализации сильно упадет. До ее красных обозначений до 15 тысяч рублей, как минимум. Поэтому в текущей ситуации имеются совершенно иные инвест-идеи, не касающиеся данного сектора экономики. А именно эта идея, недооцененные нефтяные компании, как Башнефть, к примеру, привилегированная акция, электросетевые компании, ну и пока все. На этом все. Подписывайтесь на канал Саймонов Биржевик, канал о рынке акций. У нас основы биржевой торговли, аналитика, обзор акций и облигаций, технические, фундаментальные, а также торговые идеи. У нас также имеется телеграм-канал, в котором я делаю посты разных новостей, разных аналитических своих взглядов и разные моменты, на которые необходимо обращать в первую очередь внимание. Я не постю эти новости в ютубе, так как непосредственно припостить через телеграм новость доходит до подписчиков нашего канала очень быстро, нежели чем если постить ее на ютуб. Грубо говоря, здесь постятся те новости, которые не постятся на ютубе. На этом все. Благодарю за внимание и до свидания.